Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Сад Огород своими руками. Мы приехали сейчас на дачу и столкнулись с неприятной неожиданностью. Появились какие-то непонятные норы на клумбе, где мы этой осенью высаживали луковицы, тюльпанов, гиацинтов, нарциссов и лилий. Я, конечно же, сразу начал изучать вопрос в интернете, что бы это могло быть и каким образом это может помешать нам в выращивании наших красивых цветов. И давайте посмотрим, как выглядят эти непонятные норы и что это такое. По моему мнению, судя из того, по отзывам людей, которые с этим уже сталкивались. Итак, друзья, для тех, кто еще, возможно, первый раз смотрит видео на новом месте, где мы сейчас. Мы купили три месяца назад дачу в Киевской области под Киевом. И, ну, по сути, дача, она как бы за три месяца, что успели сделать, немножко привели в порядок наш зимний домик и посадили некоторые растения. Ну, в том числе, грядки высокие поставили, поставили теплицу, забор по мелочи. Ну, об этом как-нибудь в следующий раз, возможно, расскажу. Друзья, и вот организовали мы здесь такую клумбу. Это клумба, на которой мы осенью высадили большое количество тюльпанов, луковиц, гиацинтов, нарциссов и, в том числе, лилий, рябчиков. В общем, все луковичные цветы, которые нам нравятся, мы высадили на этой клумбе. В ожидании и в надежде, что весной, конечно же, будем наслаждаться таким красивым цветением. Однако, вот сегодня мы приехали, решили немножечко так пройтись по даче. Погода прекрасная, солнышко светит, температура плюс 9 градусов. Только что прошел Новый год, новогодние праздники, потянуло на природу. Так вот, друзья, не будем отвлекаться. Смотрите, какие норы мы увидели сейчас на своей клумбе. Выглядит немножечко так ужасающе, потому что, на первый взгляд, размышляя о том, кто же может накопать эти норы у нас на участке. Смотрите, они буквально все в одном месте. Вот еще одна такая нора. И я стал, да, стал изучать вопрос, что это, как это нам может повредить. Люди заливали водой. Люди, ну, в общем, мало кто видел и мало кто знает, что это. Боятся, что это змей, но это не змей, это грызуны. Это либо землеройки какие-то, либо мыши-полевки. Ну, в общем, однозначно это грызуны. Причем грызуны, которые любят лакомиться именно луковицами тюльпанов, луковицами лилии. И бывало такое, люди рассказывают, что когда появлялись у них на участке вот такие вот норы, пропадали все посаженные с осени луковицы. И именно появляются эти норы в основном на клумбах с посаженными луковицами. Вот сколько я не обходил сейчас участок, не искал в других местах. Да, где-то есть такие, ну, мелкие от медведки, возможно, потому что проснулось. Есть муравьи проснулись, там появляются какие-то их холмики. Но вот таких ужасных нор нигде на участке больше я не обнаружил. То есть только лишь на клумбе с посаженными луковицами. Буду рад почитать ваше мнение в комментариях под этим видео, друзья. Правда, столкнулись впервые, раньше мы не сталкивались. Вот, кстати, здесь мы столкнулись еще и с кротами. Много кучек стало появляться, когда мы начали облагораживать все это. У себя раньше, где мы жили в Луганской области, с таким не сталкивались, потому что там была почва песчаная. В песчаной почве крот, очевидно, не может сделать нормальную норку. Она просто будет обсыпаться. Здесь почва более тяжелая, более такая она влагоемкая, более... Ну и кротов здесь достаточно большое количество. Поэтому осенью мы купили вот такое средство от борьбы с кротами. В магазине, проезжая рядом, мы заехали, спросили, нам предложили. Другого не было. От кротов и вредителей запасов. И вредителей запасов. Дакфосал. Таблетки в виде таблеток мы купили осенью, но не успели применить, потому что много было работ. Как-то на участке кроты больше не докучали нам своим вниманием, вредительством. И мы не использовали. И сейчас, увидев эти норы, мы вспомнили за это средство. И от чего оно? Ну давайте я так поближе немножечко, чтобы было видно вам кроты в первую очередь, грызуны, да? И там еще всякие вредители. Но грызуны здесь присутствуют. То есть против спектра всяких мышек, полевок и такого прочего. Способ применения закладывать эту таблеточку в норку. Сейчас мы это будем делать, друзья. Но лучше, если найдете, я бы посоветовал все-таки брос. Есть такое средство. Мы пользовались им от муравьев. Есть отдельно. Я даже видео свое снимал когда-то. От слизней. Очень хорошее средство. И есть в том числе от кротов. Такое же средство, той же фирмы. По отзывам, самое лучшее средство именно от кротов и вот этих грызунов. Если найдете, то я бы советовал его применить. Но будем сейчас пробовать использовать незнакомое нам средство. Надеюсь на то, что оно тоже окажется эффективным. Так, давайте, друзья, посмотрим более подробно на эти таблетки. Я одел, конечно же, перчатки. Потому что голыми руками я бы этого делать. Никому не советовал. Вот такая таблетка серого цвета. И написано по инструкции в норку поглубже постараться эту таблетку запихнуть. Ну, просто мы ее туда бросаем. Бросаем, но пальцем уже ее не достанешь. Она куда-то укатилась. Давайте теперь сюда тоже бросим. Такую же таблетку. Тоже я увидел, как она покатилась туда в глубину. О, и как раз третья. Три таблетки всего в этой упаковке. А у нас как раз три норки. Тоже забросил. Тоже она покатилась. Друзья, говорят, нужно туда немножечко воды, чтобы смочилась земля. Но земля у нас сейчас чрезмерно сырая. Поэтому мы ничего не будем заливать. Если, ну, по-хорошему, конечно, надо было бы залить. И после этого засыпаем норку. Норку надо засыпать. Вот таким вот образом. Будем смотреть на эффективность, конечно. Так особой надежды может быть и нет. Но все-таки, вон, вижу эту таблетку. Она лежит там. Сантиметров на 15-20. Она туда упала. Все. Как говорится, цыплят будем считать по весне. То есть посмотрим, какое количество тюльпанов и других цветов зайдет на этой клумбе. Ну и тогда уже будет возможность хотя бы так приблизительно оценить ущерб, какой нам нанесли грызуны. А может быть, ничего и не нанесли. Может быть, моя тревога напрасна. И с нашими луковицами посаженных цветов все нормально. Вот такая история случилась на неожиданном месте. Никогда с такой проблемой не встречались. Друзья, еще раз напомню. Если встречались, сталкивались, как-то боролись. И тем более, если вы успешно побороли вот это явление. То поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Будем внимательно читать для того, чтобы тоже избавиться от такой напасти на своих клумбах. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всем красивых цветов и мирного неба над головой. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok